Мужчина, бросивший дымовую шашку в центре Сочи, отрабатывал карточный долг. Об этом стало известно после задержания хулигана. В Сочи в следующем году на уничтожение американской бабочки выделят в три раза больше средств. Сейчас ожидается третье поколение вредителя. Новоселье все же будет. Сразу три проблемных объекта в Сочи достроит один инвестор. Сто спортсменов вступили в борьбу за престижный трофей в Сочи. Стартовал Кубок России по смешанному боевому единоборству. Мужчина, бросивший дымовую шашку в центре Сочи, отрабатывал карточный долг. Об этом стало известно после задержания хулигана. Напомню, 28 августа торговую галерею в центре Сочи заволокло дымом. Как выяснилось, неизвестный мужчина возле одного из магазинов бросил дымовую шашку. Очевидцы описали внешность злоумышленника, на основании чего была составлена ориентировка. При изучении записи из камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемый скрылся на мопеде. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя Белореченского района. В отделе полиции мужчина объяснил, что играл в карты в компании малознакомых людей и проиграл им деньги. Поскольку указанной суммой не располагал, ему предложили бросить дымовую шашку в центре города в качестве погашения долга. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный материал по мелкому хулиганству и вынесено решение суда об аресте на 15 суток. Сразу три проблемных объекта в Сочи достроит один инвестор. Застройщика нашли для долгостроев в переулках Трунова и Теневой и на аллее Чултенхэма. Подробнее в нашем следующем сюжете. Эта многоэтажка в переулке Трунова – печально известный жилой комплекс «Фристайл» не менее известной компании «Вант», которой в том числе принадлежат вот эти дома на Мамайке. Строить их начали больше десятка лет назад. Тогда же в переулке Трунова выросла новостройка. Под соседнее здание залили фундамент. На этом все остановилось. Обманутыми остались порядка полутора сотен вложившихся в объект дольщиков. Причем средства граждан привлекались незаконно. Разрешения на строительство не было. Восемь лет назад застройщик был объявлен банкротом. С казалось бы мертвой точки дело все-таки удалось сдвинуть при активном участии мэрии курорта. На сегодняшний день администрацией определен инвестор по этому объекту. Выдано разрешение на строительство. Заключено мировое соглашение, в соответствии с которым застройщик выведен из процедуры банкротства. И на сегодняшний день начата работа по заключению новым инвесторам. Он имеет статус как новый застройщик договоров долевого участия с гражданами, которые признаны кредиторами по этому объекту. Достроит дома компания Альпика. В Сочи эта фирма в том числе занимается строительством социальных объектов. Пока судьбу уже построенной много лет назад высотки решает экспертиза, новый застройщик основательно взялся за дело. Работа на площадке кипит. Понятно, что в интересах нового инвестора не только удовлетворить требования дольщиков, обеспечить их квартирами не более чем через два года, но и получить коммерческую выгоду. Альпикой уже получено разрешение на строительство в переулке Трунова комплекса зданий. Вообще на этот объект мы попали по просьбе администрации, в частности по просьбе мэра города Анатолия Николаевича Пахомова. Мы пришли сюда еще год назад. Объект был в печальном таком состоянии, заброшенном более около 10 лет. Здесь были стоки со всего района. Мы наконец здесь осушили и начали подготовительные работы. Сейчас получено разрешение на строительство. Я думаю, что не только обманутые, так сказать, дольщики, но и жители города, и гости города будут довольны этим объектом. Он будет украшать наш город. Благодаря такому масштабному строительству новый застройщик сможет решить проблему еще более 200 дольщиков других домов. Это ЖК Эдельвейс в переулке Теневой и ЖК Долина на аллее Челтенхэма на Мацесте. Сейчас дома проходят экспертизу. Таким образом, один новый инвестор решит проблему более 400 человек, которые ждут своего жилья более 10 лет. Вообще, в Сочи еще в начале года в списке проблемных было 28 домов. Сегодня уже 6 введены в эксплуатацию. Еще 4 практически достроены. Два дома после детального изучения исключены из реестра. Таким образом, к концу года из 28 объектов 12 уже навсегда покинут печальный список проблемных долгостроек. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Аллея в честь 80-летия Краснодарского края в юбилейном микрорайоне краевой столицы появится уже в конце этого года. Место стройки посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Вместе с заместителями и мэром города губернатор оценил благоустройство зеленых зон. О преображениях краевой столицы расскажут наши краснодарские коллеги. В одном из дворов в Пашковском микрорайоне появилась вышка сотовой связи. До ближайших домов считанные метры. Такое соседство пришлось не по вкусу местным жителям. В строении увидели потенциальную угрозу здоровью. Когда она появилась, мы тут все были. Все. И все возмущались, ругались. Эта вышка не должна здесь стоять, потому что, как мы потом узнали, что здесь раковые заболевания могут быть. Своими опасениями местные жители делятся с главой региона Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышевым решил лично посетить участок на улице Харасунской. Это частный сектор. Земля здесь предназначена под ИЖС. А значит, построить можно только частный дом. Однако в разрез к краевому законодательству и желанию соседей на участке появился объект капитального строения, на который никто разрешения не получал. Участок компания взяла в аренду. После планировала предоставить вышку операторам мобильной связи. По их мнению, это бы улучшило сотовый сигнал для жителей микрорайона. Но, судя по общему настроению собравшихся, их и так все устраивает. И перебоев с сетью тут нет. Губернатор горожан поддерживает ситуации, когда появляются такие незаконные, а главное, ненужные местным жителям. Объекты необходимо пресекать. Вот если бы мы такое ставили в отдаленных станицах, хуторах, я бы даже слова не сказал. Но в краевом центре вы скоро уже на улице красные поставите. Я еще раз подчеркиваю, идите в хутора, идите в станицы. А вы будете говорить, там экономики нет. А вот там, где экономика может быть и есть, тогда действуйте согласованно, понятно, прозрачно. И для власти, еще раз подчеркиваю, и для жителей, которые живут рядом с этой башней. Судьба вышки раздора теперь будет решена в суде. Администрация Краснодара уже направила по факту нарушений исковое заявление. И это не единственный случай в городе. Уже есть 22 подобных прецедентов к краевой столице. Вениамин Кондратьев потребовал навести порядок в хаотичном строительстве вышек сотовой связи. Здесь должна быть концертированная точка зрения и власти, и правоохранительных органов. Вот на этот вопрос. Если он принял уже такой системно-хаотичный характер, то значит здесь он дает уже внимание всех. Мы все вместе должны понимать, что это за явление такое в виде стихи, что вышек во дворах, и как с ним бороться. В противном случае мы будем иметь захламленное поле, и не только по вышкам, а по другим вопросам, если вовремя не отреагируем на такое явление. Руководитель края сегодня проверил, насколько комфортен город для жизни краснодарцев. В плане инспекции скверы и парки, землю, под которой власти отвоевывали метр за метром. Среди таких объектов Николаевский бульвар в микрорайоне гидростроителей. Зеленую зону вдоль улицы автолюбителей еще предстоит привести в порядок. В августе прошлого года здесь собирались вырубить деревья, которые мешали строительству многоэтажки в этом районе. Ситуация очень взволновала общественников. Вениамин Кондратьев их позицию разделил и заверил, что будет держать вырубку зеленых насаждений на личном контроле. Я понимаю, что неотмотаемы те годы, когда это все продавалось за большие деньги. То, что принадлежит всему городу и горожанам, просто продавалось отдельными чиновниками. Не боюсь этого слова. Не боюсь. А что сегодня возможно сохранить, давайте сохранять. Я еще раз говорю, я готов к каждому судебному процессу подключаться. И приходить на этот процесс и доказывать, чтобы то, что осталось в Краснодаре из зеленых массивов, из возможностей, в том числе построить школы, детские сады и спортивные площадки. И уже не говоря еще раз, подчеркиваю, про скверы, парки, которые необходимы, необходимы сегодня государствам, сохранить, сохранить. Вот если что-то не будет получаться, говорите об этом. В планах по благоустройству навести здесь порядок в 2019-2022 годах. Примерно в это время стартует реконструкция второй очереди Вишняковского сквера. Судьба рекреационной зоны давно волнует горожан. Долгое время она была заброшена. Три года назад губернатор дал поручение восстановить сквер и отреставрировать первый на Кубани памятник Ленину на его территории. Чтобы ускорить работу, зеленую зону внесли в список федеральной программы формирования комфортной городской среды. Около 55 миллионов рублей потребовалось для того, чтобы здесь демонтировали старые асфальты, бордюры, разбили клумбы и аллеи. И уже сегодня краснодарцы могут оценить, как изменился Вишняковский сквер. Здесь и активный отдых, и родители там у нас отдыхают, занимаются, и детские территории, пешеходные зоны. Соответственно, поддержали и восстановили, реконструировали памятник, который здесь Ленину находится полностью. Поменяли здесь уличное освещение, полив сделали. То, что было и стало, конечно, это разница. Вопрос только в том, что можем, коллеги, можем, если хотим. Я вам здесь хочу сказать благодарность, что этот сквер стал таким. А на самом деле это было непонятное какое-то такое место, в котором сквер можно было сложно узнать. А сегодня, на самом деле, я уверен, очень красивое, одно из красивейших мест Краснодара. В следующем году здесь облагородят чуть меньше гектара, который сейчас спрятан за забором. Это будет вторая очередь сквера. Территорию не так давно также удалось вернуть в собственность муниципалитета. Тем временем, на другом конце города уже развернулась масштабная стройка. Аллею в юбилейном микрорайоне, который заложили в прошлом году в честь 80-летия Краснодарского края, выбрали жители на голосование для первоочередного благоустройства в 2018 году. Всего парк займет территорию в 12 гектаров. На первых четырех уже работает строительная техника. Об озеленении и развитии территории губернатора просили сами краснодарцы. Ведь была вероятность застройки части этой зоны многоэтажками. По инициативе Вениамина Кондратьева такой перспективы удалось избежать. Сегодня Евгений Первышев докладывает губернатору об уже проделанных работах. Сейчас уже выполнен проект берегоукрепления. Вот он здесь уже показан, как он будет выглядеть. И в дальнейшем, конечно же, создание, как я и говорю, единой пешеходной зоны, которая предусловлена, зеленой зоны, благоустроенной зоны, которая как раз и будет повернута к берегу и будет лицом города. Вот такие или хотя бы меньшие парки должны быть в каждой части Краснодара. У каждого микрорайона. И на самом деле мы только тогда сможем сказать, что город становится еще более комфортным. Набережная – очень хорошая идея. Четыре гектара мы отводим. Я молчу, что мы отвоевали. Отводим для создания парка. Это на самом деле большой парк. Четыре гектара. И это уже, друзья, будет достижение современного Краснодара. Согласно проекту, здесь появятся детские спортивные площадки, скейт-парк, оборудованная автомобильная парковка. На это планируют выделить больше 160 миллионов рублей. О важности парков для горожан говорят давно. Два с половиной года назад Вениамин Кондратьев поручил документально закрепить границы всех зон рекреации. Сейчас в крае организованы специальные комиссии, которые в ручном режиме проверяют все скверы и парки. Позиция главы региона в этом вопросе однозначна. Города Кубани не должны растерять зеленые зоны из-за частных интересов. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Перец и Денис Паскаленко. Кубань, 24. Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи продлили штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами, градом усиления ветра. Над морем сохраняется опасность формирования смерчей. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. В горах возрастает риск схода селий. Об этом сегодня нашему корреспонденту рассказал начальник управления гражданской обороны. В Сочи неблагоприятные погодные условия. Необходимо о чем предупредить сочинцев и гостей курорта. Проведено в городе КЧС комиссия по чрезвычайным ситуациям. Четко поставлена глава города задача. Силы и средства действуют и функционируют в режиме повышенной готовности. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города, быть внимательными, следить за метеосводкой. Хотелось бы, чтобы наши отдыхающие жители не находились в этой рейно-пляжных территориях. С третийских маршрутов желательно уйти на базы, где они откуда стартуют и выходят. Мы не снимаем особый противопожарный режим, дождь закончится, у нас быстро температура повысится и опять будет сухо. В городе созданы пожарные добровольные дружины, какая их задача? Совместно с добровольцами оборудовали порядка 40 с лишним подъездных путей к водозабору. Это большая работа. Добровольные пожарные дружины, добровольные пожарные команды, в том числе, переснащаем их. Но надо понимать, что все пожары, 99% происходят по вине человека. В Сочи в следующем году на уничтожение американской белой бабочки из городского бюджета выделят в три раза больше средств. Результаты борьбы с карантинным вредителем обсудили ученые, депутаты, а также представители правоохранительных и контролирующих органов. Нынешний сезон выдался трудным как для защитников растений, так и для всех горожан, считают депутаты городского собрания Сочи. Американская бабочка поселилась не только в черте города, но успела нанести вред и селам. В этом году размножение бабочки достигло пика, но подобные вспышки являются нормой и длятся 5-6 лет, отмечают ученые. В следующем году чешуи крылого вредителя должно быть намного меньше. Ну а пока опасность не миновала. Несмотря на рождение уже двух поколений американской белой бабочки, возможно, грядет и третье. Если в городской черте уничтожение велось повсеместно, то на частных и ведомственных территориях время упустили. Поэтому борьба еще не завершилась и требует координации действий. Сегодня, конечно, специалистам неловко было. Мы сделали, а результат не получился. А вот чтобы этого не было, чтобы жители сказали, да, они делают, чтобы люди были спокойны, надо заранее готовиться. И эта проблема есть, и она наша. И, конечно, надо стараться защитить то, чем мы гордимся, чем мы живем в нашем городе. Это его богатство природы. Поэтому заседание, на мой взгляд, прошло эффективно. Мы продолжим работать, мы вынесем хорошее решение. Мы обязательно проведем серию круглых столов, привлечением ученых, как организовать работу в следующем году, как завершить эту работу. Я думаю, что городское собрание на правильном пути. И депутаты, и сегодня пришли депутаты, и не члены моего комитета, заинтересованы в этом деле. И это жизнь каждого. Поэтому, я думаю, будет польза. В этом году специалисты и власти города сделали определенные выводы. Более тщательно решили подбирать и подрядчиков, которые проводят химобработку растений. А еще важны сроки. Уничтожать американскую бабочку нужно в первую же неделю после ее появления. Тогда можно обойтись и бактериальными препаратами. Ну а второе поколение карантинного вредителя реально уничтожить лишь химией. Безусловно, в панику впадать не нужно. Мы готовы. Мы знаем, когда, в каких количествах. Безусловно, численность вредителя на следующий год будет сокращаться. Самое важное – это своевременно проведенные мероприятия. Для того, чтобы эффективная была борьба, необходимо очень внимательно и очень тщательно проводить защитные мероприятия против первой генерации. То есть сосредоточить максимально все свои силы в июне месяце. Сегодня же было решено провести научно-практическую конференцию, а также ряд круглых столов на тему борьбы с карантинными вредителями. Субтропическим растениям угрожает не только американская бабочка, но и самшитовая огневка и коричнево-мраморный клоп. На эти встречи обязательно пригласят управляющие компании, ведь именно они отвечают за обработку деревьев на придомовых территориях. Глава города принял решение в следующем году увеличить финансирование на защитные от вредителя мероприятия. Причем в три раза. Координацию работ на себя берут члены комитета по санаторно-курортному делу, туризму и охране окружающей среды городского собрания Сочи. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Более полутысячи избирательных участков готовы к голосованию. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. В это воскресенье в 30 районах кубанцы будут выбирать депутатов городских и сельских поселений, а также глав муниципалитетов. Как отметил губернатор края, уже отработаны все организационные вопросы. Для кубанцев, безусловно, особенно важны выборы 45 глав городских и сельских поселений. Людей, которым они доверяют, которые в дальнейшем будут лоббировать интересы муниципалитета на уровне края. Все 523 избирательных участка готовы к работе. Подчеркну, мы хотим, чтобы уровень выборов в крае оставался стабильно высоким. Уверен, что и в этом году выборы пройдут спокойно, без серьезных нарушений, полностью в рамках действующего законодательства. Особое внимание уделили безопасности избирателей. Все участки обеспечены средствами пожаротушения, металлодетекторами, установлены тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. Кроме того, на случай нештатной ситуации для голосования подготовлены 174 резервных помещения. В Сочинском художественном музее открылась выставка петербургского художника Романа Ляпина про воздух, роман с небом. В экспозиции около 50 картин, специально отобранных автором для показа в Сочи. Еще будучи студентом в начале 90-х годов, Роман по приглашению итальянского коллекционера впервые приехал в Рим. Там продолжил учиться, затем работал. Все это время активно писал картины. В 2005 году Ляпин вернулся в Санкт-Петербург, где продолжает работать как живописец, отдавая предпочтение жанру городского пейзажа. Город на полотнах выступает как сложная система, где архитектура сливается с природным ландшафтом. Небо – особый акцент для художника. Новой темой для Ляпина стал зимний пейзаж. Во всех его работах отмечается умение соединить современную жизнь мегаполисов с их историческим прошлым. Выставка будет открыта до 22 октября. Вход на вернисаж свободный. За кубок новой волны участники конкурса молодых исполнителей сегодня боролись на футбольном поле. Команда звезд против команды конкурсантов. Счет игры в пляжный футбол 3-0. А вот кто победил молодость или опыт, расскажет Инга Габешия. Тучи над Эмеретинкой рассеялись буквально за 5 минут до начала матча. Но игра состоялась бы при любой погоде. Турнир по пляжному футболу – это традиция новой волны, которая не нарушается вот уже 17 лет. На спортивном поле участники и именитые уже звезды с организаторами фестиваля делятся на два фронта. Бессменный капитан команды «Звезд» – гендиректор новой волны. В первом же тайме Румянцев получил травму, но это не помешало его команде размочить счет. Конкурсанты бились не на шутку. В команду набрали самых спортивных, но Интерс Бусулис – латвийский певец и победитель новой волны 2005 – забил второй гол в ворота новобранцев международного конкурса. Плодовитым на голы оказался и второй тур. На последней минуте третий мяч соперником забил еще один игрок команды «Звезд» Алексей Воробьев. Как признался музыкант, для него футбол – это игра для души. До 15 лет играл профессионально, и потом, естественно, на всю жизнь это осталось моим любимым видом спорта и моим хобби. Поэтому я не мог пропустить это в любовь. Даже если бы в 7 утра начинали, я бы все равно был здесь. 3-0 победил опыт, подчеркнул директор новой волны. Мы им уступили место на сцене, чтобы они там поборолись между собой. А здесь мы все-таки традиционно уже 13 лет, из 17-ти победили. Ребята боролись как на сцене за победу в конкурсе, так и здесь. Так что, знаете, от музыкальных высот к спортивным победам – это наш лозунг. Сами конкурсанты признают, у них опытные наставники. И, как оказалось, не только в вопросах творчества, но все же сцену конкурсанты оставляют за собой, и весь потенциал обещают проявить именно там. Да, звездам там делать нечего. На сцене вот мы все сделаем, а звезды пусть в футбол. Оказалось так, что лучше нас немножечко играют звезды, но мы же еще немножко не звезды. Поэтому у нас есть еще дней 6, чтобы научиться играть, как они. Нет, было круто, им огромное спасибо. Очень дружно, очень здорово, на позитиве. Погода нас обрадовала, был жуткий дождь. Мы приехали на площадку, выглянуло солнышком, мы поиграли, кайфанули, все было круто. Крутая атмосфера. Новую волну в Сочи преследует только удача. А все потому, что дома и стены помогают, говорит Румянцев. Родной дом стал. Нас очень тепло принимают, и нам здесь очень нравится. К нам подходят на улицах. Благодарят, что мы приехали. И что, слава богу, что наконец-таки конкурс на черном, теплом, наше вновь, а не на их холодном Балтийске. Победитель «Новой волны» будет известен уже 9 сентября. В этот же день состоится церемония закладки памятной звезды конкурса на аллее звезд, что на Новогинской. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Кубок России по смешанному боевому единоборству проходит в Сочи. На арене ледяного клуба выступят 100 сильнейших спортсменов из различных регионов страны, чтобы оспорить престижнейший трофей. Этот турнир – одно из ключевых соревнований года и проходит под эгидой Российского Союза ММА. Участники Кубка России, серебряные призеры чемпионатов федеральных округов, бронзовые призеры чемпионата России, победители всероссийских соревнований, 2017 и 2018 годов. Ну а после победы на турнире в Сочи у спортсменов появляется возможность попасть на международную арену. Сейчас, когда объединяются две всемирные ассоциации в одну глобальную организацию, WMMA и IMOV, две всемирные ассоциации, они объединяются, и будет одна, куда и входим мы. У этих спортсменов появляется еще больше возможностей проявлять себя, выступать, защищать наш российский триколор на мировых аренах, быть первыми, они этого заслуживают. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень знаково. Тем более, он проходит на Сочинской земле. Краснодарская краевая федерация делает очень много для развития этого вида спорта. Слава Богу, что у нас есть такая сильная команда и такой замечательный руководитель федерации. Краснодарский край на Кубке России по смешанным боевым единоборствам ММА представляет целая сборная. И в командном зачете спортсмены могут претендовать на лидерство, несмотря на то, что на Кубани этот вид спорта развивается лишь пятый год. Такое есть общее мнение, что смешанные боевые единоборства – это что-то такое коммерческое, шоу. Много шоу у нас в стране есть, такие промоушены известные, как «Файтнайт», «М1». Это все наши друзья, мы очень хорошо общаемся, но все-таки ставку мы делаем на любительский спор, чтобы он был общедоступный. В Сочи у нас как раз в прошлом году впервые открылось отделение в спортшколе смешанных боевых единоборств. Главное, ради чего борются сегодня ребята на ринге? Ради чего? Ради того, чтобы стать чемпионом Кубка России. Вот ради чего. Чтобы принести очки своей команде, своему региону. И я, конечно, буду болеть за наш Краснодарский край. И надеюсь, что мы, еще раз скажу, окажемся на одном из призовых мест. Победители Кубка России по смешанному боевому единоборству получат право встретиться с чемпионами России на Суперкубке. Ко всему прочему, Кубок России – это кузница резерва национальной сборной, а кандидатуры победителя рассматриваются на международные соревнования. 8 сентября бои начнутся в 18 часов, и вход в Ледяной Куб свободный. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17.